Карлос уже уехал из Тихуана, а уже никого нет. Смотрите, вы идете на границу, говорите таксисту то, что я вам говорил. Дальше, да, дальше приезжаясь туда и смотрите. То есть, если там, например... Делаю репортаж в нашем офисе, в район Паланка. Сегодня мы поговорим о том, что ждет заявителя после подачи на убежище. Есть два варианта. Первый вариант, когда человек едет один и без семьи, он подает на убежище, его арестовывают, вывозят в иммиграционный лагерь. По поводу иммиграционного лагеря я делал когда-то очень большую подборку материалов, потому что год назад сам лично был в Калифорнии, в Сан-Франциско, а в лагере есть о чем рассказать, и очень много. Вы находитесь в лагере, и могут быть три пути, по которым пойдет ваше дело. Первый путь, вы выходите под залог. Залог от 7 до 12 тысяч долларов, он выходит через месяц, плюс-минус 2-3 дня. Второй вариант, когда у вас есть поручители, которые не сидят, занимаются поиском правозащитных организаций, привлекают к своей стороне тех, кто готов вам помочь. Еще, поверьте мне, таких организаций в США очень много, а вы выходите в течение двух месяцев, опять же, при поддержке правозащитных организаций, и без залога. И третий вариант, вы сидите до упора, у вас никого нет, просидеть можно и 3, и 4, и даже 5 месяцев. Это вариант, когда человек идет один. Второй вариант, когда мы идем в семье. Если вы идете в семье с детьми, вас никто никуда не забирает. Максимум, вас довозят до Сан-Диего, это будет распределительный пункт. Там вы ждете, пока ваш поручитель купит вам билет, вы садитесь на самолет, либо, если это Лос-Анджелес, Сан-Франциско, вы садитесь на автобус, покупаете билет самостоятельно, и едете туда, где ваш товарищ, ваш родственник, и ждете второе интервью. Если у вас нет поручителя, будет все намного сложнее. Вы поедете в дом ребенка, это огромная территория, это чем-то похоже на детский сад, и будете там находиться практически весь процесс. Что может быть, что может пойти не так? Если ситуация нестандартная, либо офицер АЭС, который ведет ваше дело, не очень понимает, что с вами делать, он может вас придержать примерно 5-7 дней. У меня были случаи, когда люди, имея поручителя, тем не менее отправляются в дом ребенка и находятся там какое-то время. И, ребята, сразу отвечаю на вопрос по поводу комментариев у меня. Я отслеживаю комментарии на YouTube, задают вопрос, а можно ли посмотреть видео с теми, кто оказался на той стороне. У нас есть живой пример, когда Талгат записал ролик, он сейчас находится в США, после этого у него возникли проблемы, его начали все узнавать, он начал нам звонить, просить, чтобы мы его убрали, ну и так далее, и так далее. То есть люди этого не хотят. Конечно, нам всегда обещают ролики, что мы будем с вами снимать ролики в США, мы с вами будем взаимодействовать, это тоже, кстати, возможно. Но потом, когда оказываются на той стороне, боятся, они хотят, чтобы кто-то узнал, что они в США, как они подали, ну и так далее, и так далее. Из-за этого у нас роликов с той стороны, но их нет. Что мы можем сделать? Мы можем в ближайшее время отправить наших представителей в США, тем людям, которые уже находятся там, и каким-то образом уговорить их, чтобы они сделали материалы для вас. Других вариантов пока нет. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые видео. В ближайшие пять дней Алексей поедет на Гуан, будет делать как раз видеоролики. Это будет пилотный проект с теми, кто находится уже на Гуан. Тех, кого мы уже отправляли, это люди, которые имеют российские паспорты, которые могут подавать на территорию Гуан-Сайбан. Будет много видео о том, как там живут, сколько стоит жилье, сколько уходит денег на продукты, как наши ребята из России смогли добиться того, чтобы они уже практически месяц или даже два получают пособие. Много-много всего интересного, но и самое главное – интервью. интервью – это моя любимая тема. Люди раскрываются, люди рассказывают, и это, наверное, самый богатый и самый нужный опыт, который одни, которые уже достигли, могут передать вам. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Всем всего доброго, привет из нашего мексиканского офиса. Пока!